Здесь, обратите внимание, обычную металлическую дверь. Ну, на этом и все. Проходит в монолитном перекрытии. Искусственные камни мы видим в проектах Северная долина. Они еще больше дают объема. И вместо того, чтобы, к примеру, здесь недостаточно безопасности. Не тут-то было. А где же шведский девелопмент? Пожарные датчики, с которых сняты колпачки. Да, наплевать. Главное, чтобы люди платили деньги. Вне зависимости от... Сами не верят в свой проект. А во что это может вылиться? Добро пожаловать домой. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами внимательно посмотрим на все особенности жилого комплекса «Магнифика». Он один из самых интересных, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге. За счет своего месторасположения и, в первую очередь, за счет классного, продуманного проекта от шведского застройщика, который покидает наш рынок и, возможно, его приобретет RBI. Если им, конечно, разрешат. Мы с вами посмотрим одну из видовых квартир, дворовую территорию, набережную и многое-многое другое. Трехкомнатная квартира в 147 квадратных метров. Хорошие двери. Красивое панно. Есть ночная заглушка дополнительная. Красивая фурнитура. Бас-Ай-Пи. Система узошек от Hyundai. Я такие вижу первый раз. Не знаю, как вы. Напишите в комментарии. И давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь белые ровные стены, ровная стяжка. При входе у нас сразу прихожая и вот такая огромная-огромная гостиная. Здесь у нас гостевой санузел. Все в гидроизоляции. Вода заходит сверху. Вот она, видно, запорная арматура. Механическая вентиляция. То есть вне зависимости от погодных условий у вас всегда будет вытягивать воздух. Здесь у нас коллекторная. Показания счетчиков можно передавать автоматически. Здесь вывод этот для тушения пожара. Как я полагаю. Обратите внимание, как все сделано достаточно круто. Вальтековские. Арматура стоит. Можно было чуть жестче, конечно, закрепить. Ну, в основном здесь все, клубана с бруса воздуха, все достаточно четенько. Канализация. И здесь канализация под рукомойник. Все сделано и продумано с умом. В принципе, вообще переделывать можно ничего и не переделать. Основное помещение огромное гостиная. Гостиная практически, не практически, а ровно в 44 квадратных метра. Это раз комната, два комната, кухня, еще гостиная, огромная терраса и мастер-спальня. Обратите внимание, что за счет того, что здесь все стены в белом цвете, они еще больше дают объема. Вот так застройщик передает свои квартиры, вернее, передавал. Начнем с мастер-спальни. Заходим сюда. Это у нас бетонная конструкция. Здесь есть вот этот необходимый кусок, чтобы нормально установить сюда доверие. Выход также на террасу. Радиатор отопления. Для того, чтобы избежать в дальнейшем какие-то трещины, сделан деформационный шов. И смотрите, друзья, здесь есть своя ванная комната. И причем достаточно большая. У Банава большой плюс, что вся канализация, она проходит в монолитном перекрытии. Поэтому здесь можно делать душевую кабину, просто вот ставить, ограждать. И будете мыться прямо, вода будет течь, соответственно, на пол. Там аналогичная вентиляция, подвод воды горячей, холодной. И чтобы ничего не штробили, здесь уже все сделано от застройщика. Вот это, я понимаю, уровень. Канализация, заглушки холодной воды, я так понимаю, для санузла, розетки. То есть, в принципе, сделано все так, что ничего не нужно додумывать и переделать. И даже вот здесь, обратите внимание, хоть как и в те европейцы делают стены из гипсокартона, здесь самый мощный стоит усиленный каркас. Обычно стоят вообще самые дешевые. Здесь он мощный и, соответственно, внутри вот там находится шумо-тепло-изоляция. Две комнаты. Причем, смотрите, квартира, кстати, получается на 240 градусов. Почти вокруг весь город. Это сейчас чуть позже я вам покажу. Комната. Обычно небольшая комната, будет хорошая детская. Здесь также можно выйти на большую террасу. Вторая комната. Здесь все аналогично. И они, кстати, по размеру практически одинаковые. Смотрим теперь. Давайте, наверное, смотрим террасу, да, друзья? Раз у нас здесь все открыто. Обратите внимание, во-первых, на стекление. Здесь алюминиевое стекление, никакого пластика. Двухкамерные стеклопакеты. Все работает круто. Выходим, друзья, с вами на террасу. Достаточно широкая терраса. К сожалению, забыл с собой взять рулетку. Ну, тут точно более двух метров. Поражает высота. Обратите внимание, как все высоко. Все белое, вот такие, скажем, как лопасти у вертолета. И отсюда, конечно, она, кстати, да, вот, смотрите, вот, на всю длину, получается, квартиры здесь и вот досюда. А из интересных моментов, куда должна уходить влага, я вот пока не вижу. Здесь ничего такого нет. Но зато есть розетки заземленные. А, вот у нас где. Вот. И обратите внимание, что там есть шнур нагревательный, чтобы вода не замерзала. Ну, немножко мусор убрать. Отсюда мы видим жилой комплекс Альтер. Обзор есть на канале. Его сдали еще в прошлом году. Если посмотрите внимательно, виден забор. И тут все время что-то делают, допиливают. Ну, первое для меня, вот это всего лишь двор. Вот этот двор жилого комплекса, который находится на Стеллобате. Ну, блин, позор какой-то. И если обратить на набережную, что сделала Банава и Альтер, для меня это небо и земля. У Банавы намного красивее все сделано, чем у Альтера. И знаете, что вам хочу сказать? Как вы считаете? Вот если, к примеру, ты работаешь на заводе Мерседес, и ты руководитель или собственник, ты разве будешь покупать себе БМВ? Я думаю, навряд ли. Это как-то, знаете, не политкорректно можно выразить так. А здесь собственники вот этого прекрасного Альтера, знаете, где приобрели квартиру? Все правильно, друзья, в Магнифике. Поэтому делаем выводы. Сами не верят в свой проект. Значит, здесь, конечно, сверху видноклассно-дворовая территория. Отсюда вид просто шикарный на город. Через мост Петра Великого проезжаем, и мы уже находимся в центре. Тут и Петроградка, и Лахта-центр. Ну, конечно, видовые характеристики с этой террасы, это просто... Можно только позавидовать. Вид шикарный. И даже... Ох-то! Ну, видите, в Охте что-то вода такая мутная. Но с другой стороны цвет, наверное, красивый. Так, идемте дальше. Проходим. Выходим там, где мы заходили. И у нас с вами что осталось? Нас осталось посмотреть большую кухню, гостиную. Заходим. Здесь у нас два здоровенных окна с выходом на балкон, который во всю длину, друзья, этой кухни. Плюс здесь еще санузел. Здесь можно поставить ванную. Место есть под стиралку. И для нее деланы все выводы. Если делать, как сделать все застройщик, вообще переделывать ничего не нужно. Здесь аналогичная ситуация. Вентиляция. Подводка воды, горячей, холодной. Тепло-шумоизоляция. Тут скотча вместо скобок. Ну, ладно. Это мелочи. Ну и, соответственно, смотрите здесь. Большое пространство. Здесь в дальнейшем будет кухня. Здесь, видите, уже нарисовали, как и что должно быть. Что у нас тут спрятано? Если нужно, видите, канализацию почистить, то всегда есть специальное окно. И это возможно сделать. Ну, вот молодцы. Реально сделано все здорово. Причем мне нравится, что оставлена высоко труба. Или вставлена это она. Не знаю. Но, в общем, это все от застройщика. Соответственно, если вам нужно, отрезали. Если не нужно, оставили так, как и есть. И давайте с вами посмотрим этот здоровенный балкон. Просто балконище. Не у всех такие комнаты, как этот балкон. Если взять по площади, держится конструкция крепко. Алюминиевое остекление здесь обычное, друзья, холодное. На теплое его ставить смысла никакого нет. Но вот с этой стороны, блин, высоко. 15-й этаж, блин, значит, страшновато. Потому что здесь везде стекло. И как-то так. Значит, вот отсюда мы видим немножечко набережной. Где будут гулять дети. Вернее, гуляют дети от этого жилого комплекса. Да, я так понимаю, не только с него. Здесь здорово, что город обустроил набережную. Теперь красота. Прикольно смотрятся вот эти вентиляторы. Тут и крыша видна. Вот немножечко вот здесь один мусор я вижу. А так, в основном, здесь все достаточно чисто. Ну и обратите внимание, какой открывается вид. Сегодня, конечно, знаете, такое ощущение, что какая-то пыль. Что какой-то такой мутный горизонт. А в солнечный яркий день здесь просто настоящая красота. Вид просто загляденье. Понимаешь, за что ты заплатил деньги. Не только за классный проект, но и также за его видовые характеристики. Минус первый этаж. Обратите внимание, как это все, друзья, выглядит у Банавы. Паркинг. Сюда можно зайти по своему магнитному ключу. Красивый потолок. Смотрится не как у многих. Нет ощущения, что ты попал в какой-то подвал. Вроде смотришь, все неплохо. Но почему-то само покрытие. Обратите внимание, в каких трещинах. Давайте отсюда уже выходить. Здесь, в принципе, делать больше нечего. Здесь мы видим оголенные провода. Что-то здесь было. Но почему-то, скорее всего, уже управляющая компания что-то демонтировала и не смогли смонтировать. Есть вот такое место, соответственно, куда должна, если вода сюда попадает, чтобы она уходила. Но, как мы видим, она уже забита частично. То есть понятно, что застройщик сдал, а управляющая компания почему-то не может это нормально обслуживать. И вот здесь из-за влаги. Обратите внимание, как верхний штукатурный слой уже падал. Падал его, ремонтировали, но, видно, это не помогло. А тут, видим, произошли небольшие раскопки. Сняли зеленый слой. А здесь, соответственно, светительный прибор. И вместо того, чтобы, к примеру, здесь постелить какую-то пленочку на набивное покрытие и насыпать сюда землю, а потом обратно ее пересыпать сюда. Ну, кто это делал, высыпал прямо сюда. Вот это безответственность. Стандартное набивное покрытие. А тут просто, знаете, такое ощущение, что то ли зола, то ли цемент высыпали сверху. Вообще какой-то же скач. Не знаю, кто это сделал. Но, так как уже дом сдан, и эта территория сдана, то, соответственно, полагаю, управляющая компания. Молодцы. А все ли помнят вот это место, которое я показывал в своем видео? А тут можно обратить внимание на крайне сданный дом от Банавы. Цоколь, обратите внимание, уже используется обычный недорогой камень. Такой же, например, искусственный камень мы видим в проектах, к примеру, Северная долина от Главстроя. Это приямок. В приямке видно, что была большая влага, паутина, гидроизоляция висит. Ну, как-то не очень это все. Ладно, посмотрим другой приямок. А так, конечно, вот здесь идешь. Такая продолговатая брусчаточка. Вроде так, на первый взгляд, все и ничего. Вот здесь обращаем внимание. Смотрите, стоит влага, при этом видно, что вот тут есть ливневка, то есть, куда вода должна уходить. Соответственно, она просто забита. Ну, все забили болт, и никто это ничего не делает. Ну, естественно, обслуживает. Вот управляющая компания взяла обслуживать. Почему? Как вы это принимали вопрос? Почему вы до сих пор через вот это окошко не вылезли и не обслужили? Почему здесь стоит вода? Да, наплевать. Главное, чтобы люди платили деньги. То есть, мы с вами. Одна из входных групп. Дверь открыта. Можно зайти и посмотреть. А первое. Мне здесь не хватает больших указателей. Парадная 2. Нужно подойти в метр, и тогда ты увидишь, какие здесь находятся квартиры. Ну, спасибо хотя бы, что есть надпись. Есть система, соответственно, БАС-АйПи для доступа в помещение. Небольшой уступ. Здесь у нас вот эта штука, которой вытираем ноги. Зеркало. Лифтовая кабина. Почтовые ящики. Красивые, металлические. Прикольненько сделаны. Тут тоже все в плитке. Красиво сделан радиатор. Такой, знаете, под старину, секционный. Пожарные рукава у нас должны быть здесь. Странно, что дом... Они здесь есть, да. Но странно, что не опечатано и нет ответственно за пожарную безопасность. Так, смотрим. Должен быть, вот он зумер. Дымоудаление. Но он почему-то здесь не работает. Возможно, еще не подключили. Выход в паркинг. Здесь уже вот мы видим такую с вами обычную металлическую дверь. Ну и она, конечно, по мне смотрится не так симпатично и красиво, как входные двери или как в небольшую колясочную. Для того, чтобы избежать, если в дальнейшем здесь будет трещина, закрыли вот такой планкой, которую не смогли. Она, знаете, такая бодранная смотрится. Могли бы ее подкрасить. И вот странно, что сделали. Вот здесь, знаете, вот такое место пустое. На Банову это не особо похоже. Здравствуйте. Сама входная группа смотрится красиво. Здесь высокие потолки. С одной стороны просто, но, знаете, вот все в своих местах. То есть крупноформатная плитка, ровная красивая стенка. Даже вот здесь рамочка ровная. И вот видите, вот это суперуправляющая компания, которая обслуживает этот комплекс, и на которой есть вопросы у жильцов. Лифтовой холл. Дверь почему-то открыта на стяжь. Дверь алюминиевая. Тут держится она за ограничитель. Здесь мы с вами видим два лифта. Грузо-пассажирский-пассажирский. Это отисы. На каком этаже находится лифт. Есть табло. Здесь еще от управляющих. А потому что вы точно не забыли, что это Эквида. Это они собирают с вас деньги. И вот здесь можно посмотреть тариф. Жилое помещение 54-24. Нежилое 49. Кладовки 52-65. Практически как квартира. Молодцы. Молодцы Эквида. Зарабатывают как надо. Ну что, вызываем лифт. Едем на последний этаж. Две кнопки вызова лифта. И вот что-то ощущение, что Туляна, мне так кажется, либо она стоит вот так наискосок. Заляпанное уже обрамление лифтов. Есть шрифт Бремеля для... Или Бромеля. Я уже забыл. Для слепых. Грузо-пассажирские лифты. Здесь все в обшивке. Ох, заходишь, он... Как-то это так. На полу гомогенный линолеум. Здесь все обшито. Ну, скорее всего, здесь серебристое. Где-то есть зеркало. Немножечко подскрипывает лифт. Его, конечно, нужно бы смазать, настроить. Вот слышите. Я не знаю, будет на камеру слышно или нет. Но вот эти есть нюансы. И это, конечно, в новом доме, по мне, не очень. Но то, что Банава, молодцы, закрыли вот таким материалом, пластиковым каким-то, и здесь наклейка, это, конечно, они молодцы, что нет ощущения, что ты зашел в строительный вагончик. И написано, как я это обычно говорю, добро пожаловать домой. Вот слышали звуки? Остановился. Выходим. Четырнадцатый этаж. Здесь очень мало места, очень мало. Дверь, конечно, должна быть, в принципе, закрыта. Здесь у них здорово, что по безопасности. Вообще, как это сделать? То есть дверь эта должна быть закрыта. Ее вот сюда, если поднялся, ее не открыть, не пройти сюда. Здесь есть, соответственно, свой домофон, тоже БАС-АйПи, с подсветкой, с видеофиксацией. Соответственно, квартирочку набрал, и вам открыли. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас длиннющий коридор. Видно, что люди делают ремонт. Вот грязь надо за собой, конечно, убирать. Что еще здесь видно? Ну, коридор достаточно узенький. Все просто, красиво. Как многие говорят, напоминает хорошую гостиницу. Ну, на этом и все. Вот такие же панели мы видели с вами в Греналунд. Есть нумерация квартиры. Но при этом, видите, получается какой нюанс. Вот ты смотришь и видишь 215-ю квартиру. Тебе нужно еще пару шагов сделать, чтобы вот это увидеть. То есть, по мне, надо было квартиру, вход куда-то в сторону, вот туда, к примеру, сместить, а вот эту табличку сделать сюда. Ну, это мое видение. Здесь звонки уже на высоком уровне. Обычно у обанований. Вот здесь. Ну, наверное, так надо. И здесь вот такие появились большие шкафы, где, соответственно, должны быть коммуникации для теплоосоединения, там счетчики. Уголки, не знаю, то ли это уже от управляющей компании, то ли от застройщика алюминиевые. Здесь стоят, а есть, соответственно, оповещатели, пожарные датчики, с которых сняты колпачки. Ну, и, в принципе, здесь смотреть больше нечем. Выходим с вами на... А вот здесь можно смотреть дополнительно табличкой 14. Вот, временная, похоже, была. Я так забыли снять. Молодцы из управляющей компании. Эквида, красавцы. Здесь 14 этаж. И вот что-то вот она такая, знаете, выгнулась. То ли, может быть, из-за того, что широкая, то ли, может быть, что-то у них пошло не так. Что мне здесь нравится у Банавы, что никаких нет дурацких переходных балконов. Вид на речку. Там пешеходный мостик. И вот обратите внимание, что обычный лестничный марш. Обычная, вроде ограждающей конструкции, но смотрится достаточно красиво. Здесь оно не на сварке, а закреплено на анкерах. И вот сделано все достаточно аккуратно. Поднимаемся с вами выше на последний этаж, на чердак. Здесь, обратите внимание, вот сверху есть клапан. Если сюда будет попадать влага, есть испаритель. Это вот эта металлическая фигня. Здесь, соответственно, если влага сюда попадает, она скатывается туда вовнутрь, и от температуры начинает испаряться. То есть, чтобы не капало вот туда вниз. Выход на кровлю. Здесь даже закрыто. Ничего себе. А так хотелось бы посмотреть. Здесь, кстати, очень душно. Мне, честно говоря, непонятно, как застройщик проектировал, чтобы здесь была вентиляция. Вентиляции здесь нет, или это специально так сделано. Но вот по лестнице, конечно, идти не очень здорово. Сейчас на улице всего лишь плюс 20 градусов, а здесь очень душно. И я весь мокрый. Здесь тоже, обратите внимание, 14-й этаж. Такие нормальные цифры, трехмерные, металлические какие-то. Смотрится классно, молодцы. Но, конечно, тут места маловато, по мне. Маловато почему? Потому что, если кто-то с коляской будет заходить, а покупают многие квартиры с детьми, то, соответственно, уже можно не разъехать за 13-й этаж. Здесь, видите, тоже электросчетчики находятся, расположены вот здесь. Соответственно, вот он какой-то такой, знаете, не знаю, очень маленький, наверное, уютный, его можно так назвать. Но, естественно, когда штукатурили или прижимали, нужно было делать ровнее, потому что, ну, вот этот смотрится не очень-то красиво, не очень-то. Ну, а здесь вроде так все. Ничего. А здесь, видите, уже указатели. То есть, там было пану, да? А, одну оно было все точно. Ну, в принципе, вот банал, кстати, молодец. Они умеют хорошо делать. Делать, соответственно, красиво. То есть, вроде, знаете, все просто, но все, знаете, такое вот уютное, непротивное. И вместо ограничителей дверей вот такие наклеечки, которые периодически просто отваливаются. То есть, для того, чтобы ручка не колошметилился об стену, не делала вмятину здесь, кстати, бетон. Все, что вертикально, это из панели завода. Противопожарная дверь. Отдаводчики открыты. Не знаю, это сделали строители, либо сами, соответственно, жильцы. Неизвестно. Пожарная сигнализация. Вот здесь должен быть зумер. Да, вот он работает. Надеюсь, она работает. А вот здесь, обратите внимание, нормально уже стоит ограничитель двери. Он, естественно, стоит дороже, чем обычная наклейка. Ну, вот здесь спускаться очень приятно, если бы не духотище, это я скажу так, в этом лестничном марше, потому что все чистенько, красивенько. Ну, немножечко еще отмыть, и будет вообще как новый. А еще, знаете, что мне интересно стало? Вот здесь такая хорошая уклонка, прямо вот сюда в паркинг. И вот вода потечет, потечет, если будет хороший ливень, то вот сюда она, конечно, вся может не попасть. Хотя здесь, в принципе, труба такая достаточно большая сделана. Возможно, все сюда будет уходить. Но не удивлюсь, что сейчас влаги будет попадать в паркинг. А сейчас вот выехала машина, вот здесь все напарковано. То есть водитель выезжает, и он на обычном седании, из-за того, что здесь перегорожено другим автомобилем, не видит, кто там едет. И чуть не случилась авария, потому что нужно смотреть и в правую сторону, и, соответственно, в левую. По мне, как-то сделано недостаточно безопасно. Здесь, знаете, наверное, не хватает установить, есть такие круглые зеркала, которые вешают для того, чтобы было какое-то обозрение, было видно. И здесь, мне кажется, нужно поставить однозначно ограничитель скорости лежачего, так называемого полицейского, для того, чтобы водители сбавляли скорость, написать, что, внимание, выезд автомобилей, чтобы не было инцидентов. Из плюсов также, что при входе вот такую видим сетку, где оставляем основную грязь, а здесь уже, соответственно, обувь свою дочищаем. Сам паркинг. Здесь все сделано, есть нормальная разметка, полумрак, ты проходишь, везде включается свет. Вот это либо... А, это у нас выезд наверх. Значит, что мы... Ну, вот здесь еще одна есть ливневка, вот она. И больше, в принципе, здесь ничего нет. Видим светофор. Не знаю, там работает или нет. Это у нас... Открыто, стоп, закрыто. Это для ворот, похоже, какая-то система управления есть. Камеры. И давайте вот интересно посмотреть, есть ли здесь какие-либо протечки. Ну, вот я пока смотрю, вот здесь ничего не вижу. Как вам паркинг, кстати, оцените, друзья, по пятибалльной шкале? Здесь еще вам хочу показать вот качество бетона. Вот это сам застройщик выливал. Обратите внимание, как красиво смотрится бетонная стена. Ровненькая, практически одноцветная. Не как у некоторых такое ощущение, что бетон не выливали, а просто, не знаю, его там... Не знаю даже, как это правильно сказать. Вот эти колонны. Вот интересно, это их привезли с завода, либо это так красиво вылил застройщик, потому что они такие ровненькие, с фасочкой. Фасочкой. Скорее всего, с завода. Есть пылесос. Вот интересно, кто за этот пылесос получает деньги? Соответственно, закидывать нужны определенные монеты. Вот кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, как эта вообще система здесь работает. Ну вот пока смотришь, никаких вопросов не возникает. Ну вот нужно было только, наверное, наскальные надписи от застройщика убрать. Вот здесь, видите, пломбировано. Но кто ответственный, здесь почему-то мне написано. И здесь зуммер даже сработал. Пойдем, пройдем дальше, посмотрим, может быть, что-нибудь найдем интересное. И, кстати, обратите внимание, друзья, ты живешь, у тебя есть секция, вот она называется М1, и здесь большой от застройщика рисунок, на котором ты, соответственно, видишь, что это за секция и где ты, соответственно, находишься. Вот видите, здорово. Но есть, конечно, и вопросы к проектированию. Вот так смотришь, вроде все нормально. И система пожаротушения выведена высоко, и трубы в синий окрашены. А не как у некоторых, идешь, и можно просто голову все себе снести из-за того, что они на очень низком уровне. Ну вот кнопка выхода за вентиляцией, ну, конечно, так себе. Ну, возможно, это для паркинга нормально, но я бы, наверное, закрывал бы вот это место, по крайней мере, каким-то материалом, чтобы это не так бросалось в глаза, и в дальнейшем, чтобы теплоизоляцию с вентиляцией не снесли, когда что-то будут затаскивать. Ну, все, друзья, здесь, в принципе, не видно, чтобы были какие-то протечки, и меня, честно говоря, это очень радует. Так, что у нас тут в уголке? Тут у нас ничего. Ну, соответственно, можно выйти уже там, где нам нужно. Вот тут все, у нас тиша открыто. Ага, лестничный марш, смотрите, как сделали. То ли, чтобы не подскользнуться, то ли наоборот. Такое ощущение, что монолитное перекрытие очень тоненькое, идешь, какая-то вибрация есть. Тут закрыто, тут открыто. Конечно, из плюсов, что грузопассажирский лифт опускается прямо в паркинг. Это очень удобно, и когда ты опускаешься в паркинг, нет ощущения, что ты находишься в подвале. Еще один приемок. Здесь мы с вами видим какой-то полиэтилен, грязь. Это, конечно, все нужно было чистить. Ну, что уходя, как говорится, уходи, но почему-то управляющая компания, которую поставил застройщик, она это до сих пор не сделала. Вопрос, как они принимали дом. Вы только посмотрите, как они себя увековечили. Руководитель проекта Ильченко Дмитрий, руководитель строительства Евгений Каверин, архитектор проекта Жанна Ковалева. А где же шведский девелопмент, одни русские имена? Напомню, если вы вдруг забыли, то после того, как застройщик получает разрешение на вот в эксплуатацию, он в соответствии с законом должен передать во временное управление сроком на три месяца управляющей компании. Соответственно, управляющая компания, когда застройщик начинает выдавать ключи, проводит голосование, и вы вправе либо вообще проигнорировать это голосование, не согласиться, к примеру, с тарифами, потому что вам управляющая компания не могла, например, предоставить экономическое обоснование этих тарифов. Почему 54 рубля? Почему так дорого? Почему там не 15 рублей, или 18 рублей, или там 23 рубля, к примеру? Почему именно такая сумма? Это же, друзья, новый дом, который на пятилетней гарантии от застройщика. И управляющая компания только делает то, что убирает снег и грязь на территории комплекса и периодически обслуживает инженерные коммуникации перед сезоном. Вот и все. За что такие деньги? Мне непонятно. Вот этот дом, согласно проектной декларации, застройщик должен сдать крайний срок. Это конец этого года. То есть четвертый квартал 2023 года. И вот здесь есть, друзья, нюансы. Но первое, обратите внимание, что даже невооруженным взглядом видно, что все уже давно готово и застройщик давно бы уже сдал бы этот дом, да получил бы деньги с искровых счетов и начал бы передавать квартиры своим жителям. Но, как говорится, не тут-то было. Корреспонденты из 47 News выяснили, как крупнейшие застройщики России решали вопрос с фиктивным подключением воды. По версии следствия, под ложными техусловиями на присоединение зданий к воде воспользовали следующие застройщики. ФСК, лидер Севрозапад, Дальпетерстрой, Росстройинвест, Отделстрой, Банава и еще ряд крупных застройщиков. Представители вышеуказанных строительных компаний проходят пока что свидетелями по уголовным делам. В отношении сотрудников водоканала, которые, следствие считает, превысили свои должностные обязанности. Как сообщил 47 News, новым объектам присваивались номера ранее выданных разрешений на площадке с кратно меньшим потреблением ресурса. Так, застройщики не платили сотни миллионов за необходимую реконструкцию сетей. Ущерб водоканалу оценивается в 1 миллиард рублей. Для застройщиков рассчитывается индивидуальный тариф для присоединения к сетям. Деньги идут на модернизацию строительства новых сетей. Если следствием будет доказано, что выданные техусловия фальшивые, то застройщиков могут отозвать не только разрешение на строительство, но также и ввод в эксплуатацию. Корреспондентам из 47 News стал известен ущерб по каждому из застройщиков. Так, по версии следствия, компания Банава с иностранными инвесторами не заплатила водоканалу 120 миллионов рублей за подключение жилого комплекса Магнифика к сетям. Давайте скажу еще проще. Для того, чтобы застройщику получить разрешение на строительство, он должен получить техусловия на электричество, воду, канализацию и все остальное. Соответственно, водоканал, к примеру, в частности, смотрит, есть ли возможность присоединить. Если есть, то ему дают эти техусловия. А если, к примеру, такой возможности нет, так как большой дом потребляет тонны воды в сутки и, соответственно, почти такое же количество уходит в канализацию, то нужно сети модернизировать. И как раз за это и берется деньги, за модернизацию сетей, строительство новых, для того, чтобы не было никаких проблем. Тут застройщик заплатил меньше. По документам получается, там, не, к примеру, 10 тысяч тонн, а всего лишь тонна. Ну и сами понимаете, во что это может вылиться. Не зря же уже говорят о том, что Магнифика может быть одним из самых дорогих долгостроев Санкт-Петербурга. Если вы заинтересовались этим комплексом и решили здесь приобрести квартиру, то рекомендую обратить внимание на вторичный рынок. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео со всеми друзьями, чтобы как можно больше людей узнали о нюансах. Ну а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok